Ля-ля-ля-ля А в моей стране всё есть Есть зерно и мясо есть Есть лосось и осетры В них полным полно икры Есть и овощи, и фрукты И молочные продукты Как же так продукты есть А народу нехер есть Как же так всё есть в стране А народ живёт в говне Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля А в моей стране всё есть Губернаторы в ней есть Мэры есть, замэры есть И у замов замы есть ЖКХ и МВД И в кустах ГИБДД И из Форбса пацаны Граждане другой страны Генералы, депутаты Коммунисты, демократы Как же так они все есть И им всем не нехер есть И комфортно жить в стране Где народ живёт в говне Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Весь народ живёт в говне А говно живёт вполне А платят за это народ. Рост тарифов и цен в стране во многом следствие коррупционной деятельности на всех уровнях власти. Откаты, распилы и поборы достигают 50 и более процентов от стоимости работ. Вот почему строительство газопроводов в системе «Газпрома» в три раза дороже, чем в Европе. В системе Министерства образования, по данным экспертов, за некоторые контракты просят до 90% откатов. Власть лишается всякого контроля критики, уничтожается как таковое поле, зачищается поле от оппозиции, зачищается полностью ручном режиме, управляется СМИ и так далее. В этих условиях полной бесконтрольности, те люди, которые близки к власти, они начинают просто-напросто коррумпироваться, брать откаты, взятки, поборы и так далее. Все это по-путински называется «навести порядок во власти». Впрочем, кое-что он действительно упорядочил. Например, ряды российских миллиардеров за последние годы пополнились. Среди новобранцев по счастливому совпадению оказались люди, знакомые с Владимиром Путиным со времен работы в мэрии Петербурга, соседи по дачному кооперативу «Озеро» или добрые приятели из секции дзюдо. На фоне укрепления вертикали власти, эти малоизвестные господа и предприниматели средней руки стремительно ворвались в списки богатейших людей страны. Сделано в экономике единственное. Это фактически остатки государственной собственности были приватизированы и перешли в руки ближайшего окружения Путина. Механизм этой коррупционной машины сложен, но попробуем разобраться. Дачный потребительский кооператив «Озеро» учрежден в 96-м году на берегу Комсомольского озера в Приозерском районе Ленинградской области. Учредители Владимир Путин и еще семеро граждан. Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Виктор Мячин, Владимир Смирнов, Владимир Якунин и братья Андрей и Сергей Фурсенко. Банк России существует с 1990 года. Это один из первых коммерческих банков в стране. Молодой питерский чиновник Владимир Путин когда-то был в числе его акционеров. После прихода Путина к большой власти в этот частный банк из государственной компании «Газпром» было выведено активов на 60 миллиардов долларов. Это в два раза больше дефицита пенсионного фонда страны. Крупнейший акционер банка, знакомый Путина со времен работы в мэрии Петербурга, а ныне гражданин Финляндии Геннадий Тимченко. Является также совладельцем нефтяного трейдера «Гунвор», который продает почти 50% всей российской нефти. Тимченко занимает 26 место в списке российских миллиардеров. Его состояние оценивают в 5,5 миллиардов долларов. Другие члены дачного кооператива тоже не бедствуют. Владимир Якунин – глава РЖД. Владимир Смирнов – советник директора концерна «Атомэнергопром». Андрей Фурсенко – министр образования и науки. Его брат Сергей Фурсенко – руководитель Российского футбольного союза. Вот такие соседи-дачники. Теперь к приятелям-спортсменам. Братья Ротенберги – Аркадий и Борис. В далекой юности они вместе с Путиным занимались дзюдо. С тех пор и дружат. Сейчас братья – долларовые миллиардеры. Они являются крупнейшими поставщиками труб для «Газпрома» и крупнейшими подрядчиками при строительстве газопроводов и олимпийских объектов в Сочи. То, что по ходу борьбы со старой олигархией выросла новая олигархия, организованная преступность сменилась преступностью в погонах, а замерили в одном месте, загорелось другое место на Кавказе, оно как бы показывает, что нельзя так приоритеты ставить. И нельзя решать эти задачи так, как они решались. До чего докатилась сторона, если единственное требование населения к власти – честность. И власть, если собирается сделать какие-то тут шаги, то считает, что это она идет на уступки. Правящая верхушка стремительно богатеет и не собирается этого скрывать. Они сегодня, за наш счет, реализуют свои детские мечты о роскошной жизни. Президент и премьер словно соревнуются. Меряются эксклюзивными дворцами, мегаяхтами, швейцарскими часами. А когда их уличают в этом, цинично игнорируют вопросы или передают через пресс-службу, что это касается только их частной жизни. Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах. Оказывается, галеры золотые. В начале 2011 года в Сочи пришла яхта представительского класса «Сириус» стоимостью 1 миллиард 200 миллионов рублей. Куплена она управлением делами президента. То есть на деньги из бюджета. То есть на наши с вами деньги. Яхта длиной более 50 метров рассчитана на 12 гостей и 12 членов экипажа. К услугам главы государства винный погреб, кают-компания с панорамным видом на море, спа-бассейн с водопадом, джакузи и прочие удовольствия. Еще одна галера Путина. 57-метровая пятипалубная яхта «Олимпия» стоимостью около 50 миллионов долларов. Это судно входит в золотую сотню мегаяхт мира. Отделка красным деревом и пальмой ротанг. Позолота, джакузи, колоннада из ценных пород клёна. Огромная ванная комната, облицованная мрамором. Этот шикарный подарок Владимир Путин получил от еще одного своего старого друга-олигарха Романа Абрамовича. Но расходы на эксплуатацию «Олимпии» около 150 миллионов рублей в год оплачивают простые россияне. Флотилии, которые могли бы сравниться с путинской, есть разве что у короля Саудовской Аравии и нескольких арабских шейхов. Я думаю, что любая элита, которая придет к власти после Путина, понаблюдав за агонией Путина и его режима, она будет чуть умнее в плане личного обогащения и чуть осторожнее, и я надеюсь, намного честнее и прозрачнее, потому что они убедятся в том, что хапать беспредельно и безостановочно невозможно. Дворцы и усадьбы, выстроенные в самых разных уголках нашей Родины для Путина и Медведева, тщательно скрывают и маскируют, записывая на баланс госкорпорации и частных лиц из числа близких друзей. В общей сложности у Путина с Медведевым на двоих около 25 объектов элитной недвижимости в России и за ее пределами, утверждают знающие люди. Один из таких осведомленных людей – бизнесмен Сергей Колесников, который в марте прошлого года написал открытое письмо президенту Медведеву и сообщил о том, что для личного пользования Владимира Путина на берегу Черного моря строится роскошный дворец стоимостью более 30 миллиардов рублей, то есть более миллиарда долларов США. Я участвовал в работе по обеспечению медицинским оборудованием ряда лечебных учреждений России на условиях, что часть прибыли мы передавали в офшорные компании за рубежом. У нас была определенная договоренность, что эти средства пойдут на развитие экономики России. И в конечном итоге все инвестиционные проекты будут прекращены, а все деньги и все силы окажутся сосредоточенными на этом дворце. Государство за свой счет провело дорогу, линию электропередач, газопровод. При этом близлежащие села не имеют ни электрики, ни газа, ничего. Все это только конкретно к этому дворцу. На самом деле у села Просковеевка близ Геленджика построен даже не дворец, а целый городок, включающий огромное основное здание в итальянском стиле с дворцовыми воротами, украшенными двуглавым орлом, оздоровительный комплекс, казино, чайные домики, вертолетные площадки, лифты к собственному пляжу и многое другое. И все это на территории вырубленного реликтового соснового бора, выведенного из состава лесфонда. Решение о строительстве было принято еще в 2005 году подразделениями управления делами президента. А всю работу вела компания «Лирус», тесно связанная с членом кооператива «Озеро» Николаем Шамаловым. Дворцы, виллы и усадьбы с обслуживающим персоналом и федеральной службой охраны вместо ЧОПа. Яхты, достойные арабских шейхов и королей, с командами и баснословно дорогим ежегодным содержанием. Лучшие в мире швейцарские часы в ассортименте, сауны, джакузи и бассейны с водопадами. Кто бы мог подумать, что мы описываем сейчас не жизнь королевской особы какой-нибудь нефтеносной страны, а премьер-министра и президента Российской Федерации. Я доволен результатами своей работы. Не мудрено, что в такой обстановке они начали забывать, что президент России – выборная должность, а фраза «исполнительная власть» образована от слова «исполнять». Блеск позолоты и виск мигалок мешают вспомнить, что президент – не помазанник Божий на земле, ни царь и ни отец народов, который пришел править нами вечно. В конце концов, хватит нам лидеров, хватит нам фюреров, хватит нам вождей. Пора приходить к нормальному ритму жизни, к нормальному, спокойному ритму жизни, без обзывательств, оскорблений большой части граждан. Хватит. Президент – менеджер, которого мы нанимаем по контракту на 4 года. И по истечению этого срока мы рассчитываем получить отчет и решить, продлевать ли его полномочия еще на 4 года или нанять другого специалиста. Пока же мы видим, что очередь на этой бирже труда оккупировали два человека, которые меняются местами и пытаются объяснить нам, что эта чехарда называется стабильность,